Вот. Всех слышно хорошо, Костю? Да. Слышно, слышно. Раз, 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 раз. Да. Музычку будем проверять? Будем. Проверяем музычку. Прямо сейчас. Вот это да! Вот это йоу! Эй, молодёжь, кто на дискотеку. Сейчас Костя выступать будет. А? Вот это да! Май и май! Да, правильно я это слово говорю? Май и май. Не знаю. Ладно. Отлично. Я, блин, господи, как хорошо с хорошей музыкой. Это лучше счастье какое-то. Ну что, Костя, готов? Да. Давайте позовём наших судей. Много уважаемых. Пожалуйста. Звать, да? Сейчас. Куда надо. Сейчас пойду поищу. Так, давайте похлопаем. Похлопаем нашим судям, которые вообще улыбаются, любят это делать, умеют шутить. Это чудесно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас тут музыка, пока тут дискотека. Костя говорит, я пока не буду выступать, пока давайте потанчу. Все, хватит танцев, Костя решил выступать. Вот такой вот он. Итак, Костя, ты когда будешь готов, ты говоришь музыка, поднимаешь руму, время и все в твоих руках. Мы с тобой. Давайте еще раз поддержим. Это Светлана Константин. Спасибо, спасибо, ненавижу вас. Раз, 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 раз. Все, смешно. Ну что же, время. Уважаемые судьи, уважаемые зрители, рад вас приветствовать. Светлана Константин. У меня зовут Смирнов Константин. И я представлен город Белгород. Состав кофе наша компания называется. Мы как и жарим кофе, так и я довольно часто стою за стойкой. Хоть и именно из Польши здесь специалисты как кофе. Потому что одно без другого не может работать. То есть я должен понимать, как и водить горки. И только как подходить к росту. И вот, и соответственно, сегодня будет кофе, который является одним из моих самых любимых фастгостов по обработке. Лет пять назад, когда я уже познакомился с кофельным пиром поближе, то я познакомился в тот момент и с сухой обработкой. И я вам скажу, что я тогда сразу сказал, что заедет кофе в будущее. Потому что это было очень сладко, очень ярко. Но на тот момент меня никто не понимал. И вот по процессу двигателей все практически поголовно уже уходят в очень длинные ферментации, в очень независимые. Такие прям, чем суши, тем лучше. Чем больше фермента, тем лучше. И соответственно, сейчас у меня есть некие флосы в рукове. Из-за того, что я мог уже развлечать это еще так. Вот сейчас кофе, который мы будем варить. Эти ферменты со сухой обработкой региона Гурки. Это, на самом деле, в очень яркой группе с очень сладкими карамельными оттенками. Я выбрал способ приготовления кемикс, потому что он позволяет более длинный профиль вываривания сделать, что позволяет мне достичь еще большей статуси. Вот так, да? Да. Я буду брать 24 грамма на 300 миллилитров воды. Это соотношение 1 к 12 с половиной. Будет очень деленная чашка. Очень. Потому что там, где я пою, кофе, скажем так, продвигаю вот эту гостейную культуру, там, к сожалению, люди не понимают меньшее соотношение. И вот это большая-большая проблема, потому что иногда ты пытаешься сделать компотную чашку, которая вообще даже, может быть, не будет казаться кофе, но гости очень и очень негативно начинают инсцепляться и просят что-нибудь по-моему, в москве есть или поплотнее. Вот так, да. Температура воды я беру 89 градусов. Чтобы не поджечь кофе из отыльных пропилей, я буду варить 4,5 минуты кофе. Вот, воду я использую макнивы здесь, вот, наших спонсоров, собственно говоря, хотя у себя, ну, используем лишь выпилочную воду, которая усредненная, скажем так. Но это не всегда хорошо, потому что под какой-то кофе это подходит, под какой-то нет. Но здесь же я определял профиль, как я это буду говорить, здесь, здесь, на основе этот профиль. И вот ты выпричнил к выводу, что лучше всего использовать именно макнивы и воду. Вот так вот. Спасибо. Я буду смачивать 1 к 3, чтобы получше смочить кофе. И при смачивании у меня будет 30-40 секунд. Как вы можете заметить, я не использую какие-то хитрые методы сворачивания. Ну, потому что, по факту, перед гостем, особенно, когда это много гостей, то, ну, ты не будешь использовать все это. И это все максимально-максимально будет, скажем так, стандартизировано и упрощенно. Потому что чем проще вариться, тем стабильнее получается чашка. И, соответственно, все эти хитрые мои вещи, ну, они просто лишние, и они, скорее, собьют на стол. И, может быть, даже гость не получит той чашки, которую бы ты хотел предоставить как твоиста. Я выливаю длину за один раз до минуты 10, и 28 грамм воды я довелу через 20 секунд. Это позволит чуть более равномерно выкинуть вкус. Что же, это кофе, он произрастает на высоте от 2 до 2,5 километров, что позволяет ягоде более медленно создавать. И вот из-за этого я считаю, что ребята выбрали фермеры, выбрали один раз такой способ уработки, чтобы сделать чашку еще более сладкой. То есть и медленное сливание, и потом еще вот такой подход позволяет сейчас в вашей чашке ощутить просто очень высокую сладость. Именно кемикс позволил мне вот достичь этого. Именно кемикс. И он будет очень медленно вот так сейчас поткать, и очень будет равновесно вываривание. И, соответственно, это кофе, кстати, региона урожая 2019 года, нынешнего сезона, скажем так. И от этого чашка очень-сочень получается. И у него будут яркие ноты фармела, цитрус, фатрикусия будет слегка коньячный. Таким вот футболовый, вот такой вот трясущий, а вот такой вот оттенок. Монтажный футболовый, а вот такой вот такой вот берег. И вот такой урожая чашечка, урожая чашечка. Вот, мы пытались достать по дескрипторам чай, но у нас, к сожалению, этого не получилось. Может быть, это связано с тем, что это из-за соотношения роды и вообще генерской рецептуры. Да, но еще я заметил, что более длинные профили варивания позволяют сжечь весь элемент. И, соответственно, вот этот негативный момент, особенно для Костя, где-то он уходит из-за профиля, и что помогает Костю лучше понять этот Костю. Когда-то я отдал судьбу обработку эту объемку, только интернису Костю, и женщина, которая, ну, видно она была далеко от этого, и она спросила, они добавили ей сюда ложку саду. Хотя эта сладость была натуральная, то есть как мы привыкли себя чувствовать, и я тогда удивился. Но, с другой стороны, это вот и помогло мне, собственно, ее втянуть в этот путь, скажем так, кофейный. Ну, и она очень и очень подозвалась положительно об этом. Да, немного длиннее, ничего страшного, потому что мы на тренировке, у нас было, может быть, чуть-чуть, чуть длиннее. И от этого вкус, тот, который мы хотели достать из этой чашки, он нисколько не менялся. И даже вот небольшая аэрация и небольшое раздражение. Напитка. Осталось 5 минут. Прошу, уважаемые судьи, наслаждайтесь. Прошу, уважаемые судьи, наслаждайтесь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...